Добрый вечер. Большое спасибо, что пришли. Сегодня у нас вторая встреча из цикла «СМ-21 опера». Я назвала ее «Неудобные люди и места от Большого театра до подвала». И сегодня мы будем говорить о двух операх-композиторах, входящих в группу «Сопротивление материала». Именно это композиторское объединение является сферой моего интереса сейчас. Это опера «Франциск» Сергея Невского и опера «Станция» Алексея Сюмака. Но прежде чем начнем мы говорить непосредственно о них, я хотела бы сделать краткое резюме из того, что рассказывала в прошлый раз на обводной лекции. Там, я надеюсь, мне удалось наметить несколько линий вопросов, которые мы будем отмечать во всех произведениях, о которых пойдет разговор. Во-первых, это тот факт, что жанр оперы обязан своим рождением эксперименту. То, что генетически опера – эксперимент, а совсем не традиция, как иногда довольно часто, скажем так, кажется. Далее мы, в общем, довольно-таки голубо и непоследовательно проследили, как возникал и продолжалась вот эта линия оперного эксперимента на протяжении 300 лет и 20 веке. И отметили, что в прошлом столетии, в 20-м, опера окончательно перестает заниматься вопросом жизнеподобия, то, что называется в античной эстетике мемесис. Перестает пытаться рассказывать историю и довольно сильно дрейфует в сторону контактно-оратериального жанра и, скажем так, своего некоего мира, своей вселенной. Еще я попыталась наметить в прошлый раз линию приключений слова на оперной сцене. Это касается и вопросов вокала, и вопросов вообще того, каким образом текст работает на оперной сцене. Ну и обозначим это так, линией речитатива. Итак, неудобные иллюзии места. От Большого театра до подвала. Давайте начнем хронологически. С оперы Алексея Сумака «Станция», которая была поставлена в 2008 году на одном из важнейших московских фестивалей театрального современного искусства «Территория». Этот фестиваль появился в 2007 году и в 2008 год это был второй год существования «Территория». Кстати говоря, фестиваль продолжает жить и по сию пору пожелаем ему многое лета. Фестиваль «Территория» ставил несколько задач в своей программе. Одной из них было нарушение, скажем так, конвенции традиционного взаимодействия между зрителем и сценой, актерами, между зрителем и постановкой. Например, одной из таких важных программ фестиваля «Территория» является проект «Живые пространства». Начнем с того, что уже само открытие фестиваля «Территория» в 2007 году происходило не в какой-нибудь традиционной институции, а вообще даже ни в каком не в зале, а на станции метро «Боробьевы горы». Далее, чтобы вытащить театр из привычного контекста, театра дома, театра здания, театра институции, постановщики устраивали свои премьеры в котловании Башней Федерации в разные годы, в Доме ветеранов сцены, в ночном гипермаркете «Леруа Мерлен». Ну а вот опера Алексея Симака «Станция» была поставлена на площадке Минзавод. Это очень характерное явление для искусства XX века и XXI века, когда оно поселяется в бывших промышленных помещениях и по-новому их осваивает. В частности, вот в постановке опера «Станция» оркестр и хор помещались в стационарную на одном месте, а вот зрители от к картине к картине, а всего их четыре в этой опере, они перемещались, переходили с места на место, и это перемещение было специальным образом обыграно и тоже стало частью спектакля. Давайте посмотрим с вами в видео фрагмент, как это происходило. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok То есть, как мы с вами видим, обстановка совершенно противоположная тому, что мы привыкли с вами видеть в традиционном оперном зале, В традиционном оперном здании все имеет довольно неприглядный и неуютный вид, и это создает дополнительную нагрузку на зрителя, Лишает его привычного комфорта, привычной довольно буржуазной ситуации потребителя искусства. Соответственно, он вместе со всеми участниками спектакля испытывает это состояние дискомфорта, волнения, помещается в непривычную ситуацию. Ну вот, в частности, по окончании второй сцены спектакля «Станция» зрители делят на мужскую и женскую части, И уже к следующей сцене они переходили по двум специальным проходам, обозначенным светящимися буквами «М» и «Ж» и вставали по две стороны игрового пространства, наблюдая за ним с двух принципиально разных точек зрения. Какова история создания этой постановки? Идея принадлежит известному дирижеру и культу-трейдеру Тордору Куретису, и он вместе с греческим, тоже живущим в России, поэтом Димитрисом Иаламасом создавал либрендо этой оперы, причем они его создавали, переписываясь по телефону при помощи СМС, и это придало либрендо такую специфическую афористичность, когда персонажи общаются между собой краткими фразами. Ну, вообще, надо сказать, СМС-роман – это такой новый жанр литературы, появившийся в последнее время, были такие примеры, но здесь вот имело место быть такое СМС-либрендо. О чем же эта опера, какова ее тема? Ну, вот как сам композитор отзывается о содержании этой оперы, это картины из жизни человека, которые возникают у него во время или после смерти. А станция – это метафизическое место, куда человек возвращается, чтобы побыть с собой наедине. Ну, то есть это достаточно такая характерная ситуация, переосмысление ситуации собственной жизни вот в таком вот метафорическом виде. Что послужило равной точкой создания идеи этой оперы – это небольшое стихотворение, опять же, греческого поэта Мелисса Сатуриса, так оно и называется – станция, и вот как раз там человек находится в ситуации, когда он сидит на станции, и неизвестно, сколько времени он там провел, может быть, бесконечно, и он чего-то ждет. Как я уже сказала, в опере четыре картины. В первой картине главный герой – это реально существовавший человек, поэт Пауль Целан, австрийский поэт с трагической судьбой. Он австрийц сумынского происхождения, еврея. Ему удалось пережить Вторую мировую войну. Он попал к фашистам, его чудом отпустили. То есть достаточно такая фантастическая ситуация. После войны уже к нему пришло признание, но вот его такой внутренний надлом не позволил ему дальше продолжать жизнь, и он покончил свою жизнь с его убийством. В первой части, в первой картине оперы перемежаются фрагменты его жизни, очень много видеохроники, посвященной войне, и какие-то аллюзии на сцены из трагедии Сафокла. Вот такая смесь. Давайте обратим с вами внимание, что получается, что сюжет не линейен, демонстративно, не нарративен, он не рассказывает судьбу поэта, он состоит из нескольких пластов, которые, причем это пласты разного плана, это видео, это музыка, это текст, и эти пласты полифонически между собой взаимодействуют. Я думаю, что мы можем посмотреть небольшой фрагмент, в котором будет заметно еще одно очень важное свойство, я о нем говорила в прошлый раз, когда происходит разделение действий на эти пласты, и у нас есть отдельный пласт музыки и хора, такой вот ораториальный, скажем так, или контактный, а действующий на сцене персонажи – это, в общем-то, меманс. Они не поют, у них своя отдельная пластическая линия. Давайте попробуем посмотреть этот фрагмент. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас. Продолжение следует. 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 КОНЕЦ 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 И так далее. Алексей Сюмак использует эту технику в одной из сцен оперы. Например, давайте я вам что-то из Сюмака покажу. Вот в центре Алексей Сюмак, композитор, стоит в кожаной куртке Теодор Курельс. Еще в крайнем сидит Володя Гоменский, молодой композитор, который помогал тоже работать. Так вот, в одной из сцен, точнее, в третьей сцене оперы, которая строится на диалоге матери и ребенка, там еще есть дополнительный диалог фортепиано и контрабас, в оркестровой партии. Композитор хотел создать эффект, в общем-то, рассвета. И как раз там он работает вот с этой самой спектральной техникой, с техникой спектрального ряда. Давайте попробуем посмотреть и послушать небольшой сценой. Играет музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 я его. Придумано практически все. И микрохроматика, и алеаторика, и можно перечислить огромное количество технологических музыкальных стилей. И я думаю, что принципиально новое тут изобрести практически невозможно. А работать с временными структурами, с несколькими одновременно звучащими пластами, их организовывать, контролировать и регулировать скорость течения музыкального времени – вот это интересно.